Так, мои дорогие, всем привет, всем доброго времени дня. Мы с мамой ходили на оптовку, оптовые магазины. Это очень далеко. Ходили закупаться, закупаться продуктами на месяц. Минимальное, что нам необходимо на месяц по нашим финансам, которые мы имеем. Почему мы ходим в оптовые магазины? Потому что в таких магазинах все намного дороже. Поэтому в целях экономии нашего скромного семейного бюджета мы ходим в оптовые магазинчики. Это, конечно, очень далеко. Это туда 2 километра и обратно 2 километра только уже с полными сумками в руках. Но мы стойко выдержали. И сейчас будет, ребятки, распаковка чек. Смотрите. Так, девочки, начну с мясного. С мясного. Значит, куриная грудка. Две упаковки. У нас куриная грудка стоит килограмм 1650 тенге. Вот. Две упаковочки куриной грудки взяла. Куриная печень. Два лоточка. Не помню, сколько стоит. Куриная печень. Хочу сделать печеночный тортик. Так. Сейчас это уберем в сторонку. Так, мои дорогие. Куриные бедра. 7 килограмм. Куриные бедра. Так. Ветчина. Берем... Колбасы мы не берем, потому что боимся. Это единственная ветчина мусульманская, которая очень вкусная и в которой действительно есть мясо. Просто приятно кушать. Вот. Так что берем вот такую ветчину. Рекомендую, рекомендую. Такой вот батончик стоит 2... 2 100, по-моему. Да. Но хороший батончик. Большой. И очень-очень вкусная и качественная ветчина. Так. Что мы еще для девочки... Еще взяли. Вам видно? Видно вам? Че не видно? Крабовые палочки. Две упаковки. Буду делать салат. Минтай. Рыба-минтай. 2,5 килограмма. Килограмм стоит 1100 тенге. На оптовке. В магазине, минтай, в нашем продуктовом магазине, на нашей улице, стоит 1400. 1400. А на оптовке 1100. Вот, пожалуйста, 300 тенге с 1 килограмма экономия. У меня здесь 2,5 килограмма. Вот и считайте. То есть выгода есть, хоть это и далеко. Минтай. Очень нравится минтай. Я его в духовке запекаю, в сметане. Просто объедение. Так, сыр. Вот такой твердый сыр. Вкусный сыр. Сыр российский. Сметанковый. Сметанковый нам очень нравится. Беру это для завтраков. Для завтраков. Вот. Баночка кукурузки. Бандюэль. Ну, лучше бандюэль пока ничего нет у нас. Вот. Есть еще кукуруза. Три желания. Три желания. Это казахстанская фирма производит. Вот все, что три желания из Казахстана, это очень классного качества. У нас не было на оптовке, была только бандюэль. Взяла бандюэль. Еще раз говорю, это у меня закупки на месяц. На месяц. Мы не ходим каждый день в магазин. Нам это не выгодно. В магазине все дорого. Поэтому мы идем, когда получаем зарплату, на оптовку. И покупаем все самое необходимое из продуктов, что нам надо на месяц. Так, вот такой майонезик взяла тоже. Вот. Получается, здесь у нас сколько? Сколько у нас здесь? Хотела сказать быстро. 700 грамм, да? Вот. 700 грамм. Здесь 700 грамм стоит 700 тенге на оптовке. 700 тенге. Тоже для салата взяла. Так, дальше, что я еще взяла? Я взяла приправы всякие разные для мясных блюд. Вот, чеснок сушеный, хмели-сунели. Потому что я без приправ жить не могу. Приправы я очень люблю. Только у меня больше 10 пачек приправ. Так, я взяла к чаю печенье. Соленые крекеры. И курабье. У нас любят печенье. У нас мой муж и моя мама, свекровь, они сладкоежки. Так что, без сладкого не могут. Это к чаю. Также взяла конфеты. К чаю разные наши, наши казахстанские, самые вкусные. Ну, это не только для нас. Это когда будут приходить гости или приезжать, чтобы что-то было к чаю. Поэтому один раз в месяц вот беру разные конфеты. Так, что еще, девочки? Чай. Чай. Вот такой кенийский чай. Рекомендую. Беру этот чай. Идет в нем ложечка. У меня уже много таких ложечек. Но беру не из-за ложечки. Беру из-за чая. Очень вкусный, ароматный. Цвет обалденно. Красный цвет. Крепкий. Заваривается хорошо. И хватает его надолго. Потому что он очень крепкий. Кенийский чай. И вот такой взяла первый раз. Еще не брала. Пакистанский чай. Вот такой хочу попробовать. Вот. Что еще? Что еще у меня тут? Овощи в наших магазинах тяжело найти хорошего качества. Вот. На оптовке только огурцы могла найти более-менее. В магазинах плохие овощи. Вот. Огурцы. По 450 тенге за килограмм. Свежие огурчики. Так. Что еще я взяла? Ну, здесь у меня мыло, зубная паста. Вот. Упаковка спичек. Без спичек в деревне никак. Так. Что у меня еще? Моющие. Моющие. Антибак. Первый раз взяла это моющее. Еще не брала. Очень его хвалят. Поэтому я решила попробовать. Вот. Здесь больше литра. 1100 миллилитров. И стоит 1100 тенге. Вот. Буду пробовать. Нахвалили. Так. Что, ребятки. И я взяла. У меня тут пакет. Вот такую туалетную бумагу мы берем. Челнок. Это самая лучшая бумага. Здесь ее много. Мы берем всегда на месяц 10 штук. 10 штук. Так, девочки. И еще взяла 2 лотка яиц. 2 лотка яиц. Ну, эти лоточки мы разрезали, чтобы было удобно нести. Вот. Ну, вот так они были. Мы их разрезали. В пакетку вставили, чтобы было удобно нести. 2 лоточки яиц. Все. Вот эти наши покупочки на месяц. Ну, может что-то, конечно, окончится. Придется подкупать. Это в зависимости от того, как мы будем питаться. Будут ли к нам приезжать гости. Вот. За все вот это, что я вам показала, я отдала 35 тысяч тенге. Вот. Для нас это деньги большие. Хотя, на самом деле, по нынешним меркам это небольшие. Потому что зарплата у нас 35 плюс 35. Вот такая зарплата у моего мужа. Вот. Половина зарплаты мы отоваривались на продукты. На остальную половину мы должны как бы прожить. Ну, на нее сложно прожить, потому что нужно платить коммуналку, нужно еще закупать лекарства и т.д. и т.п. Все. Вот такая распаковочка чек. Всем большое спасибо за внимание. Всем хорошего дня. И чтобы ваши финансы совпадали с вашими желаниями. Да. Или ваши возможности совпадали с вашими желаниями. Правильно сказать. Да. Чтобы все, что вы могли... Ой, камера сейчас поднул. Чтобы все, что вы могли себе позволить купить, вы могли себе позволить с вашей заработанной зарплатой. Да. Ну, на сегодняшний день так. Вы посмотрели, ничего особенного мы не покупаем. Никаких деликатесов. Все. Все самое обычное, самое простое. Ну, кушать же мы должны. Правильно. Все, мои дорогие. Всем... Ой, думала пакет падает. Всем хорошего дня. Крепкого здоровья. Позитивного настроя. Не падать духом. Мы сильные. Мы прожмемся. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. И подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на мой канал. Алена Терешкова. О реальной жизни. Девочки, у нас зацвели тюльпаны только вот. Были холодные дни, поэтому вот только недавно зацвели тюльпаны. Вот такая красота. Сегодня более-менее потеплело. И в палисаднике. И в палисаднике, девочки, зацвели тюльпаны. Вот. Два штучки. Два штучки. Красненькие и желтенькие. Остальные набрали бутоны. Из-за того, что были холода, холодные прям дни, они вот застыли. И не расцветают. Вот еще бутончики. Так что тюльпанчики зацвели. Сейчас я вам покажу. Еще зацвели. Начинают расцветать. Декоративный ландыш, девочки. Вот он. Вот он наш ландыш декоративный. Он всегда в мае цветет. Вот такими вот колокольчиками. И сиренька. Посмотрите, какая она. Цвет. Сиреневый-сиреневый. Из-за того, что холода были, она медленно распускается. Она бы уже давно распустилась. Но из-за холода. Но пахнет обалденно. Посмотрите, какая красота. Цвет такой насыщенный. В этом году прям очень сиреневый. Красота. Вот. Вот на сегодняшний день у нас сирень. Ландыш. И тюльпанчики. Пока наши цветочки. Остальные все растут. Все посадили.